Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Крым язык коррупция. В Страсбурге Порошенко устроили расспрос с пристрастием. Чем парировал президент? Голодная осень. В сентябре рекордно подорожали социальные продукты. Что будет с ценами в октябре? Бюджетные прииски. НАБУ задержал руководителей Минобороны за махинации с топливом. Сколько украли? Киберчучхе. Северокорейские хакеры похитили суперсекретные планы США по устранению Ким Чен Ына. Что еще теперь известно КНДР? Украинский день в парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня в зале ассамблеи выступил Петр Порошенко. Его визит прошел на фоне горячих дискуссий вокруг украинского закона об образовании и призывов некоторых деликатов вернуть России полномочия в пассе. С какими словами и на каких языках украинский лидер обратился к европейскому сообществу узнаем от Ирины Ивановой. Во дворце Европы, где заседает парламентская ассамблея, Петр Порошенко как дома. Он сам был украинским делегатом в пассе с 2001 по 2005. А после избрания президентом один из первых официальных визитов совершил именно в Страсбург. Сегодня в сессионном зале ассамблеи украинскую делегацию приветствует не менее тепло. Через три года после последнего выступления в этом зале президенту есть что сказать. Вместо запланированных 20 минут Порошенко говорил почти в два раза дольше. В фокусе самые важные вопросы. Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства. Также продолжает игнорировать наши требования и требования мирового сообщества уважать международное право. В Москве закрывают глаза на минские договоренности, а войска России до сих пор находятся на территории Украины, как в Крыму, так и на Донбассе. Президент уверяет, Украина со своей стороны выполнила минские договоренности в их политической части на 95% и при этом продолжает внедрять реформы. Порошенко уверен, что украинский парламент проявит единство и поддержит создание антикоррупционного суда. Также он жестко ответил своему чешскому коллеге Милашу Зэмону, который накануне в этом же зале предлагал России заплатить за Крым. Я решительно отвергаю заявление тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле. Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не будет. Высказался президент и по поводу самого горячего украинского вопроса в ПАСЕ, образовательной реформе. Порошенко утверждает, закон будет содействовать интеграции нацменьшинств в украинское общество, но Украина готова внести в него изменения. Я родился в Болграде на юге Одесской области, в центре болгарского национального меньшинства в Украине. И я разбираюсь по-болгарски. И я абсолютно спокойно и комфортно говорю по-русски. Извычайно, что я мою мову и я украинская мова. И это дало мне много возможностей. И это то, что я хочу видеть. Чтобы в регионах с нацменьшинствами люди говорили на двух-трех языках, как и в любой другой стране. Я абсолютно уверен, что мы внедрим рекомендации Венецианской комиссии в наше новое законодательство об образовании. Все острые вопросы президент обсудил на двусторонней встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. После чего торжественно открыл в Страсбурге звезду Героя в Небесной Сотне. На честь Небесной Сотне, на честь Евромайдана, мы открываем зерку. Зерку на аллее зерок Страсбурга. Яка означает, насколько важлива Украина есть для Европы. Насколько важлива Украина есть для Страсбурга. Насколько важлива Украина есть для Рады Европы, напротив которой открывается целый озерок. Деньги на создание монумента собирали всей украинской общиной Страсбурга и украинской делегацией в ПАСЕ. Звезда с цитатой Висона Черчилля, еще одна с изречением Гельмута Кёля. К концу недели за ними в тротуар смонтируют бронзовый пятиугольник Героям Небесной Сотни. Звезда засеет здесь, в квартале европейских институций. В память о тех, кто на Майдане отдал свою жизнь из-за соблюдения европейских демократических ценностей. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. И я напомню, что завтра в парламентской ассамблее Совета Европы состоятся дебаты относительно украинского закона об образовании. Уже готов проект резолюции, в котором дана весьма жесткая оценка этому документу в части языкового вопроса. Об этом уже заявили представители украинской делегации от ПАСЕ, от оппозиционного блока. Проект резолюции еще будет меняться, в нем будут носиться поправки. Но пока то, что мы имеем в этом документе, это требование отменить дискриминационные нормы, не дискриминировать национальные меньшины некоренных народов в отношении к коренным народам. Просьба увеличить период адаптации к новому законодательству. Говорят, что транзитный период в три года недостаточен, нужно дать возможность больше для того, чтобы адаптироваться к этим реформам. Поэтому завтра будет важный день, завтра будет голосование по этому закону. Я надеюсь на то, что парламентарии, парламентская ассамблея Совета Европы дадут отрицательное заключение по этому закону. И резолюция будет принята самая жесткая в отношении этого закона. Наша партия и я, мы голосовали против этого закона, являясь ярыми противниками, чтобы закон вообще вступил в действие, он уже вступил в силу. Тарифы на газ для населения не будут повышать как минимум до 1 апреля 2018 года. Об этом заявили в Минэнерго. Профильный министр Игорь Насалик утверждает, что экономических оснований для подорожания нет, поэтому расценки останутся прежними. Почти 7 тысяч гривен за тысячу кубов. На заседании правительства сегодня также говорили о пенсионной реформе, которая уже стартовала. Все подробности расскажет Анна Каменева. Пенсии с этого дня выше, налог для работающих пенсионеров вдалой. Премьер не устает хвалиться детищем Кабмина пенсионной реформой. Говорит, палки в колеса ставили, но отвоевать ее удалось. Теперь минимальная пенсия будет 1452 гривны. Кому-то добавят 200 гривен, кому-то тысячу, а кому-то и целых 7 тысяч. Начнут уже с этого месяца. Тем, кто уже отримал первые платежи, отбудется до нарухования пенсии, кому-то передбачено законом. Это не разовое повышение. Мы, как и обещали, забрали разрешение пенсии с рук политиков, которые постоянно на этом спекуливали, и передали пенсии в руки пенсионерам. Каждый год автоматически с 2019 года будет проводиться перерахунок индексации пенсии. Впрочем, не пенсиями едиными. Дополнительные деньги выделяют и Минобороны на защиту арсеналов с боеприпасами. Правда, требуют отчитаться за использование миллионов до конца года. Проектом распоряжения он разработан с методом выдавания костю с резервного фонда в сумме 100 миллионов на выконание робит по подвышению захищенности наших объектов. Дополнительного финансирования просят и те, кто непосредственно устраняет последствия взрывов на военных складах. Спасатели. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сетуют на низкую зарплату и устаревшую технику. Державная служба потребует уновления и увеличения парка авиационной техники. Додатковая потребность 7 вертолетов и 1 лета. Кроме уновления пожежной, рятувальной и специальной техники в подразделах службы, независимо актуальным остается вопрос технической модернизации застарелой системы управления. Премьер пообещал в госбюджете на следующий год учесть нужды спасателей. Кстати, глава госслужбы заявил, что до конца ноября разминирует 10-километровую зону вокруг складов боеприпасов в Калиновке уже расчистили 22 тысячи гектаров. Анна Каменева, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Рекордное подорожание. В сентябре резко подскочило в цене треть социальных продуктов. Лидеры этой антигонки – это мясо и яйца. На чем еще придется экономить, разбирались наши корреспонденты. Сало, яйца и сливочное масло – это лидеры сентябрьской гонки роста цен. За один месяц знаковый продукт украинцев стал дороже почти на 9 гривен. Масло прибавило 5, а яйца в среднем на рынках столицы теперь продают по 25 за десяток. Люди не в змозе купить, через все, чтобы людей не было такой возможности за такую зарплату купить это сало мясо. Как людина раньше купляла 2 килограмма, то она сейчас себе может позволить 600 грамм. Так как мы раньше продавали двое поросят в день, то сейчас мы ели в натяге по одному. На рынках в западных регионах, например, в Черновцах, картина та же подорожала. Все – фрукты, овощи, молочные продукты и мясо. Покупатели сетуют, позволить себе могут разве что немного овощей. Люди экономляют. Они не могут себе позволить купить мясо нормального. Не могут позволить купить чаще рыбы, качественные, хорошие. Ну и выживают, на чем могут. Пенсионеры идут, купляют колбасу, которая выготовлена не на мясе, конечно. Но вот рекордсменом, по данным статистики, стала Одесская область. Например, сало за последний месяц прибавило в цене сразу 25 гривен. И теперь стоит около 90 гривен за кило. Яйца в Одессе уже по 30 гривен за десяток. Сливочное масло – 120-150. Базар такой страшный. Невозможно ничего купить. Заходишь, за голову берешься, уходишь ни с чем. Особенно мы пенсионеры. То же касается и мяса. В итоге многие становятся вегетарианцами по неволе. Я пенсионерка, 69 лет. Конечно, отказываю. У меня внуки, надо внукам немножко покупать. Эксперты объясняют, цены растут из-за снижения уровня конкуренции. А в целом, виновь всему, девальвация гривны. И прогнозируют. До конца года, к сожалению, стоимость продуктов будет расти. Но уже не так значительно, не так сильно, как это было с начала года. Лидером роста будет оставаться овощи, к сожалению, к большому сожалению. Ровно потому, что овощи и хлеб – это единственные продукты, которые еще не вышли на восточно-европейские цены. Часть импортных товаров уже выигрывает в цене. Поэтому украинцы, живущие возле границы, оптово закупают продукты за пределами страны. Эксперты иронизируют, что в ближайшей перспективе даже сало в Украине может стать импортным. Ольга Теревинская, Андрей Анастасов и Ольга Поломарюк. Подробности – телеканал «Интер». 27 миллионов гривен нагрели коммунальщики в Днепропетровской области на завышенных тарифах. Это данные местной прокуратуры. Расследование показало, что поставщики тепла и воды заложили в свои расчеты несуществующие банковские услуги и инвестиционную составляющую. В отношении четырех руководителей коммунальных предприятий Кривого Рога, Павлограда и Днепра открыто уголовное производство. В общей сложности обвиняют семь человек. А пока областная прокуратура договорилась с профильной нацкомиссией о пересчете тарифов, чтобы переплата пошла в счет будущих периодов. Сейчас мы направили к суду шесть криминальных проведений относительно семи подозреваемых. Это разные статьи Криминального кодекса. Вменили в разных случаях по-разному. Это и служба недоступность, которая привела до этого и заложение службовым обстановлением, а также привлечение в особо великих размерах, грешевых коштев шляхом службовым обстановлением. И еще один вариант выживания вообще без коммунальных услуг. Без воды, тепла и газа. Уже два года в таких условиях прозябают женщины из общежития в Чугуеве, Харьковской области. Правозащитники, не подбирая слов, называют эту ситуацию пытками. Но поставить здание завода банкрота на свой баланс мэрия отказывается. Почему выясняли наши корреспонденты? Елена Ивановна показывает удобство на улице. Вот наш туалет. И дети выросли у нас с этим туалетом. У меня два сына выросло здесь. Эту яму для мусора жители выкопали сами, а колонку, где берут воду, замотали старой шубой, чтобы не замерзала вода. А то берем тряпку на палку, да, и бензином его обливаем, зажигаем и греем. Эти люди заселились сюда в конце 50-х. Когда-то работали в подсобном хозяйстве при пионерском лагере, который принадлежал велосипедному заводу. Лагеря давно нет, завод банкрот, а 9 семей таки остались здесь жить. Вот этот газовый котел когда-то обогревал их комнаты, но газ отключили. С долги мертвых душ, которых прописал завод и мэрия. Отключили в 2015-м, 4 апреля. Всё, без приготовления пищи ставили, без газа ставили. Общую кухню закрыли на замок, газовые плиты не работают. На электропечке. А печки у нас нет, 200 вольт у нас нет. У нас нет, малый свет, еле блестит. А обогреватель я же не включаю. Холодина в хате такая, что холоднее, чем на улице даже. На велозаводе, которому принадлежит общежитие, говорят, готовы передать здание городу. Но власти Чугуева ставят всё новые и новые условия. Хоть завтра. На что ссылается горсовет? Что ремонт кровли необходим, ремонт цоколя, ремонт дымвент каналов. В мэрии сообщают у жителей на руках акции на 21 миллион гривен. И предлагают за счёт ценных бумаг выкупить у завода свои комнаты и создать СМД. А пока газ для отопления могут включить только по промышленным тарифам. Ведь общежитие – собственность предприятия. Предоплата 25 тысяч гривен и ежемесячная предоплата за потреблённый газ. А пока продолжается бюрократический пинг-понг между заводом и мэрией, людям предложили спасаться от холода примитивным способом – ставить буржуйки. Анастасия Старовой, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьковская область. Решение СНБО о ставке верховного главнокомандующего ввёл в действие президент. Соответствующий указ размещен на его сайте. Интересно, что само решение не опубликовано. Оно, как говорится в указе, для служебного пользования. А положение о ставке главнокомандующего и вовсе под грифом «секретно». Известно только, что контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова. В зоне АТО обострения. С начала суток уже 12 обстрелов. Боевики бьют по украинским позициям на Мариупольском и Донецком направлениях. В районе Авдеевки противник применил гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты. Все подробности узнаем от наших корреспондентов. Армейские позиции под Авдеевкой. Напротив – укрепление боевиков. Настолько близко, что их можно рассмотреть. Поэтому из блиндажей и окопов лишний раз лучше не высовываться. Отсюда как раз виден их дзот или дот, кто как назовёт. Я не знаю, что это было раньше, наверное, какое-то инженерное строение. Днём здесь относительно спокойно, а вот ночью становится по-настоящему горячо. Излюбленная тактика боевиков – скрытно подойти небольшой группой и обстрелять украинских военных. Поэтому наши ребята вынуждены открывать огонь на поражение. Основные боевые действия начинаются с наступлением вечера. Боевики тогда самое ближе подходят, и мы работаем прямо по ним. Днём они в основном только окапываются. Мы часто видим, как выкидывается земля, лопаты. Но открываем огонь только когда видим противника и когда можем его поразить. А это уже Авдеевка. Офицеры военно-гражданского сотрудничества помогают людям, которые из-за обстрелов остались практически ни с чем. Крупа, масло, мука и сахар в этом дворе рады всему. Мы жили тут все. И дети жили, мы жили, и все строили хату, потом строили и сначала жили. Пала беда на нас. Как мы живем, остался сыночек. Не знаю, миленький. В свою очередь местные жители показывают, что прилетает со стороны боевиков. Почти у каждого здесь целый арсенал смертоносного металла. Всё собирают прямо во дворах. Вот что-то шоу дома. Всё, всё таки прилетали? Хоу! Ну я ж его не пишу, а? Всё больше прилетали. Всё больше прилетали. Такие обходы делают каждую неделю. Руслан Смещук, Богдан Вербицкий, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности – телеканал «Интер». Закон о реинтеграции Донбасса не решает проблем оккупированных территорий. Об этом сегодня в зоне АТО заявил лидер фракции оппозиционного блока Юрий Бойко. О чём ему рассказали жители одного из посёлков Луганской области. Подробнее в материале. Зона АТО – село Краснореченское в Луганской области. На встречу с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко собираются местные жители. Все говорят о выживании вблизи зоны боевых действий. Когда в Донбассе закончится война? Когда люди уже вздохнут и мирно начнут жить? Юрий Бойко рассказывает, почему его фракция голосовала против президентского закона о реинтеграции Донбасса. Потому что мы считаем, что это просто закон об отделении части Донбасса и фиксации сегодняшней ситуации, превращение её в классический замороженный конфликт, а в худшем случае ещё и обострение. А проявление особого статуса мы поддержали на год, потому что видим в этом. Этот закон не работал ни одного дня, он носит формальное значение, но это шанс для того, чтобы идти дальше в политическом урегулировании. И наша фракция единственная, которая имеет чёткий план. Введение миротворцев на линию военных действий, остановка стрельбы, убийств. Не меньше этого жителей Краснореченского волнуют и вопросы социального обеспечения. В частности, повышение пенсии, которые анонсировали в Кабмине, начиная уже с этого месяца. Но по словам лидера Апоблока, пенсионная реформа только оттягивает на некоторое время существующие проблемы. Сначала довели за три года народ, пенсионеров, до полной нищеты. 1100, вот сегодня опять люди говорили, 1100 пенсии, 1400. А потом сказали, не поднимали пенсии три года, поскольку должны были поднимать Росцен, инфляция, обязаны были поднять, осовременить их. Не этого не делали. Довели до полной нищеты, потом сказали, вот принимайте закон, по которому через два года половина пенсионеров не будет получать пенсию, а это так и будет из-за этого закона. И будут ждать 65 лет. Или мы не дадим, значит, сегодня вообще никаких подъемов пенсии не будет. То есть просто грубый, дикий, нецивилизованный шантаж. В завершении визита Нардеп посетил подшефную школу-гимназию в Новоайдаре. Здесь, в нескольких десятках километров от линии разграничения, занимаются более 500 учеников. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. НАБУ задержала двоих топов Минобороны, заместителя министра и руководителя одного из департаментов. Их обвиняют в организации коррупционной схемы, из-за чего бюджет прохудился почти на 150 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-службе бюро, в начале прошлого года Минобороны проводила торги по закупке топлива. С победителем подписали 14 договоров на поставку горючего на общую сумму более миллиарда гривен. Но после заключения ДОП-соглашений, стоимость топлива резко возросла. Внаслідок укладення цих угод вартість одиниці товару зросла на 16% від тієї вартості, яка була зазначена раніше. З державного бюджету компанії-постачальнику було перераховано 149 мільйонів 339 тисяч гривень на підставі цих додаткових угод. А стосовно двох затриманих зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання за побіжного заходу. Возле Полтава активисты поймали на взятки полицейского. Інспектор остановив машину за движение с выключенными фарами. Патрульний предложил водителю пройти в служебный автомобиль. Там он заявил, что за нарушение предусмотрен штраф 425 гривен, а затем предложил два варианта. Составить админпротокол, либо договориться. Вариант договориться он оценил в 200 гривен. Водитель заплатил, а активисты вызвали полицию. Узнав об этом, патрульний вместе с напарником пустился в бегство прямо по полю. А в рядах нацгвардейцев задержали шпионку. Ее фамилия Родионова, и она работала на складе. Об этом сообщают в СБУ. Известно, что российские спецслужбы завербовали военнослужащую в 2016 году, когда она ездила в Россию в гости к сестре. За это время Родионова успела передать в РФ немало секретных документов. Кроме того, СБУ предотвратило теракт на железнодорожном вокзале Мариуполя. Задержаны двое граждан Украины. Они планировали совершить серию атак, и железнодорожный узел был лишь только первой целью. Жертвами должны были стать пассажиры поезда Мариуполь-Киев. По данным СБУ, исполнительным обещали от 3 до 5 тысяч долларов вознаграждения. Так, так бы могут и в зоне АТО, и по всей территории Украины. Бельгийский суд выдвинул обвинение еще одному подозреваемому в причастности к терактам в марте 2016 года. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре. Известно, что мужчине 39 лет. Его обвиняют в членстве в террористической организации, а также в убийстве. Накануне полиция обыскала несколько помещений, в том числе магазин, где боевики покупали взрывчатку. Напомню, в результате теракта в 22 марта прошлого года в Брюсселе погибли 32 человека. Тайн больше нет. Северная Корея, похоже, похитила самые секретные планы со сценариями боевых действий против Ким Чен Ына. Масштаб утечки грандиозный, ущерб сложно даже оценить. Дмитрий Анопченко выяснял, что похитили и что штаты предпримут теперь. О том, что на режим Кима работают серьезные хакеры, поговаривали давно. Но все только отмахивались, мол, это, скорее всего, пропаганда. Потом начались атаки на западные банки. В условиях санкций правящей верхушке понадобились деньги. А теперь и вовсе КНДР похитила совершенно секретные военные данные. Об утечке стало известно от депутатов Южнокорейского парламента. По их словам, из суперзащищенных киберсетей хакерам удалось утащить, только вдумайтесь, 235 гигабайт различных документов. И до сих пор точно не установлено, как много секретов попало им в руки. Но понятно одно, Ким Чен Ыну теперь достоверно известно, что именно против него планировали предпринять. Похищен так называемый оперативный план 5015. Детальное описание, как США и Южная Корея собирались ликвидировать руководство КНДР. И совершенно секретный план 3100. Порядок действий на случай, если Пхеньян начнет атаку. Более того, диктатору якобы попали в руки и схемы взаимодействия Южнокорейского спецназа с американскими подразделениями, и детальная информация обо всех военных базах на территории Южной Кореи. В Пентагоне некоторых журналистов собрали на разговор, что называется, не под запись. Я тоже на этой встрече присутствовал. Так вот, выяснилось, что американское военное ведомство сейчас очень сдержанно и осторожно комментирует эту северокорейскую ситуацию. Было заявлено, что военные не имеют права, не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сам факт этой атаки, что уже, согласитесь, о многом говорит. Запомнились и слова пресс-секретаря Пентагона Роба Меннинга. Он сказал, что, в принципе, уверен в безопасности американских военных планов, в том числе и в отношении КНДР, и в том, что американские военные способны справиться с этой угрозой. Но если хакерская атака реальна, а уклончивый ответ военных – свидетельство того, что это именно так, то ситуация усложнилась еще больше. Что делать с КНДР? Мир и без того толком решить не мог. А теперь придется срочно разрабатывать новые стратегические планы. И это учитывая, что и четких политических планов в отношении КНДР у команды Трампа пока тоже нет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Террористка или политическая заложница? В Турции начался процесс над немецкой журналисткой Мишале Толу. В чем ее обвиняют и какое наказание грозит, подробнее узнаем от Татьяны Лагуновой. В Турции это заседание называют судебным процессом, в Германии – политическим фарсом. На скамье подсудимых 17 человек, среди которых и гражданка Германии турецкого происхождения Мишале Толу. Журналистку, которая работала в Стамбуле на левое информационное агентство, обвинили в членстве в марксистско-ленинской коммунистической партии. В Турции она запрещена как террористическая организация. Обвинения, по которым немецкие граждане находятся в тюрмах Турции, по нашему мнению, возмутительны и необоснованы. И надеемся, что процесс против госпожи Толу будет прозрачным и справедливым. Но мы не раз давали понять, что сомневаемся в соблюдении Турции принципов правового государства. Поддержать журналистку приехали и депутаты Бундестага от партии «Левые». Пообещали, что будут требовать от правительства Германии ужесточить политику в отношении Турции. Что именно делать – это открытый вопрос. Но я считаю, нужно усилить давление на президента Эрдогана, чтобы немецкие граждане оказались на свободе. Сейчас в тюрьмах Турции находятся более 10 немецких журналистов и правозащитников, которых Берлин считает политическими заключенными. Германия уже призвала своих граждан без надобности не ездить в эту страну. И пригрозила поднять вопрос об остановке любых переговоров о вступлении Турции в ЕС. Анкара ответила в своем духе – не особо и хотелось. В турецкой тюрьме Мишали Тулу сидит уже 5 месяцев вместе с сыном, которому недавно исполнилось 2 года. Как долго продлится процесс и каким будет приговор, предугадать сложно. Но если журналистку признают виновной, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Татьяна Лугнова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». В Закарпатье задержали прокурора Тячского района. Причем в аресте участвовал личный генпрокурор. Юрий Луценко как раз находился в этой области с инспекцией. Задержанного подозревают в служебной халатности. Во-первых, он по данным следствия не препятствовал работе нелегальных казино. Во-вторых, закрывал уголовные дела за незаконную вырубку леса. Областному прокурору Луценко поручил также проверить заместителей задержанного прокурора. Идется про отсутность реакции руководителя местной прокуратуры на функционирование, открытое функционирование в невеликом месте, в багажночисленных игральных закладах, а также на покрывание незаконной вырубки леса. Еще не меньше три эпизода криминальных проведений против незаконного вырубки дуба, ялины, и других парейдеров были закрыты. А в Черновцах попался на взятки главный лесник этой области. Этот чиновник деньги не брал, он их предлагал. Кому и за что, а также какие подводные течения в этой истории обнаружили местные активисты, узнаем от Ольги Поломарюк. 10 тысяч долларов ежемесячно. Именно такую сумму предлагал руководитель Черновицкого управления лесного хозяйства, получатель начальника управления защиты экономики. Взятка должна была гарантировать лояльность правоохранителей. Далее выгодно выгодно, чтобы сотрудники полиции при действительном проверке выходили на место в порядке часового хозяйства и выявили там правоположение. Поймали чиновника во время передачи первой части взятки, но на его задержание следователи не остановились, залезли за сотрудников районных подразделений. В кабинете директора Черновицкого лесхоза документацию проверяли несколько часов. С обысками пришли домой, но ничего подозрительного якобы не нашли. Открывали по порядку все кабинеты, сотрудников не стали вызывать. Я вызвал прибиральницу, у нее есть ключи от всех кабинетов. Я обзвонил всем директорам. Были обыски в Сокирянах дома, были обыски в двух домах Бергаметия у директора и были у меня. Сейчас начальник лесхоза области находится в СИЗО. Роману Череватому грозит до восьми лет тюрьмы, но в этой истории не все так однозначно, уверяют активисты. Косяки-мытницы зараз перекладывают на голову Череватого. И все эти вырубки, снова же таки, не на Киев, никто, а будут казаться, что это Череватый видный. Активисты называют еще одну причину обысков. Якобы кандидатуру на должность главного лесника области уже нашли. Останется ли Череватый на должности или его кресло займет другой человек, станет известно уже скоро. Как и то, не увеличатся ли и без того массовые вырубки леса в области. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновцы. А вот незаконных вырубок леса стало значительно меньше. Об этом сегодня заявил генеральный прокурор. Он добавил также, что все начатое уголовное производство находятся на экспертизе, после чего их будут передавать в суды. Вы знаете, иногда даже попереджение, а спортивное профилактично. Воруют лес, разворуют и землю. С таким посылом сегодня митинговали возле Кабмина. Профсоюзные организации выступили против отмены моратория на продажу сельхозземель. По их словам, в Украине нужно провести полную инвентаризацию земельных ресурсов. Сейчас по статистике наделами владеет более 4,5 миллионов украинцев. И большинство актов на землю оформлены с нарушениями. Поэтому митингующие требовали изменить земельную реформу, а решение о пользовании ресурсами отдать в руки местных советов. Рынок земли не сформирован. Непонятно, в реестре есть большинство разбежностей. В каждой области есть накладки одного акта на другой. Есть конфликтные ситуации, где регистраторы, которых сегодня отпустили в частный сектор, регистрируют по несколько раз продажу одного и того же акта. Не ясно, каким образом вообще будет формироваться даже регистрация. То есть уже происходит огромное количество конфликтов. Каталония объявила о независимости. Однако вступление и решение в силу решили пока отложить, чтобы провести переговоры с Мадридом. Испания же требует от каталонских властей уточнить, была ли все-таки создана республика или нет. О хитросплетениях каталонского кризиса узнаем от Алексея Пшемыского. События, которого здесь ждали последние две недели. Президент Каталонии Карлес Пучдемон наконец-то выступил перед парламентом, представив результаты референдума. Это исторический момент. Как президент Каталонии я представляю вам результаты референдума. И полагаю, что они дают нам право объявить о создании независимой каталонской республики. За происходящим через огромный экран на площади возле парламента наблюдают тысячи людей. Заявления Пучдемона встречают овациями. Ликуют и депутаты. Однако Пучдемон перебивает овации. Я прошу парламент временно приостановить вступление этого решения в силу, чтобы мы могли в ближайшие недели провести переговоры и найти выход из этого кризиса. Новая страна на карте Европы не появилась. В Барселоне ни празднований, ни ликований. Решения каталонцы не поняли. Сколько это еще будет продолжаться? Недели? А что потом? Вернемся назад к стачкам или к чему? Я не понимаю. Все очень обеспокоены тем, что будет дальше. Теперь все еще хуже. Договориться будет еще сложнее. После того, как наше правительство объявило о независимости, это точно не поможет переговорам. Не поняли решения Каталонии и в Мадриде. После экстренного заседания правительства премьер-министр страны обратился к президенту Каталонии. Мы требуем от руководства Каталонии объяснить, все же объявили они независимость или нет. Требуем разъяснений перед тем, как прибегнуть к статье 155 Конституции, чтобы донести это до людей. Статья 155 дает Мадриду право лишить регион автономии, а правительство отправить в отставку. Возле здания правительства Каталонии до сих пор десятки журналистов со всего мира. Все ждут ответа, так была независимость или нет. Однако здесь пока что молчат. Ведь теперь и да и нет может означать для Карлиса Пучдемона отставку. А значит и ответа можно ждать долго, как и решение каталонского кризиса. Из Барселоны Алексей Пшемызкий, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Отделение Каталонии приветствуют шотландские националисты. На съезде руководящей партии региона приняли резолюцию о поддержке права Каталонии на самоопределение. Вдохновит ли испанский пример Шотландию на повторный референдум о независимости в материале нашего британского корреспондента Светланы Чернецкой. Конечно же Шотландия пристально следит за событиями в Каталонии. Этому британскому региону хорошо знакомо стремление к независимости. В эти дни в Глазго проходит большая конференция шотландской национальной партии. Она руководит регионом последние 10 лет. Ее главным приоритетом всегда оставалось отделение от Великобритании. На съезде партии приняли резолюцию с требованием к ЕС уважать результаты каталонского референдума. Три года назад в Шотландии провели свое референдум о независимости. И его результаты стали большим разочарованием для националистов. 55% жителей высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но несмотря на это Эдинбург не оставляет надежд на независимость и обещает второй референдум. Правда, только после того, как станет понятно, что же происходит с Брекзитом. Из-за Брекзита Великобритания оказалась на самом нестабильном пути за всю современную историю. Шотландии лучше, когда она сама принимает решения. Так что нам предстоит выбор – либо следовать за переменами, либо самим менять свое будущее. Давайте не будем ждать, чтобы кто-то другой решал за нас. Давайте посадим Шотландию за руль. Сравнивать шотландские и каталонские референдумы очень сложно. Главное отличие – Эдинбург получил благословление Лондона на волеизъявление. И британское правительство активно участвовало в агитации за сохранение целостности страны. Что, несомненно, повлияло на результаты. В то время как Барселона это сделала вразрез с Конституцией Испании и несмотря на судебный запрет. Но без сомнения каталонский пример заразителен. И не только для Шотландии, а и для многих других регионов в мире. Ближайшие примеры – это страна Басков в той же Испании и Фламандия в Бельгии. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Паспорт, для которого не существует границ. Как получить гражданство в Ануату? Об этом сразу после небольшой рекламы. Сколько биткоинов стоит гражданство в Ануату? Правда ли, что у женщин-хирургов оперироваться безопаснее? И почему китаянок после визита в Южную Корею не узнают пограничники? Об этом не только в нашем обзоре. Островное государство Вануату первым в мире начало продавать гражданство за биткоины. Все транзакции будут проходить через австралийскую биржу. Стоит услуга 200 тысяч долларов или 41,5 биткоин. Владельцы паспортов в Вануату смогут посещать без виз 115 стран мира, в том числе ЕС и Великобританию. Шедевр Леонардо да Винчи уйдет с молотка. Ориентировочная стоимость – 100 миллионов долларов. Полотно «Спаситель мира» выставят на торги в Нью-Йорке в середине ноября. Картина написана в 16 веке, на ней изображен Иисус Христос. Сначала «Спаситель мира» был в коллекции короля Карла II, потом герцога Букингемского. Сейчас это единственная работа да Винчи, которая находится в частной собственности. У женщин-хирургов пациенты умирают реже на 12%. Подсчитали исследователи Университета Торонто. Они изучили 100 тысяч медицинских карт больных у более чем 3 тысяч хирургов и проверили статистику за 8 лет. Объяснить это можно тем, что женщины более сосредоточены на своих пациентах, не стесняются спрашивать совета у коллег и реже идут на риск. Три китаянки застряли в Южно-Корейском аэропорту из-за пластических операций, сделанных накануне. Их лица распухли до неузнаваемости, и пассажирки не прошли паспортный контроль. Уж очень стали не похожи на себя в документах. Клиники пластической хирургии в Южной Корее очень популярны среди китайцев и японцев. Турагентства даже предлагают специальные туры. Самая востребованная операция – европеизация внешности, увеличение разреза глаз и изменение формы носа. Бутылка мёд из газовой горелки сконструировал американец. Видео испытания опубликовал на своём YouTube-канале. Горелку с автоподжигом подключил к куску трубы. Именно на неё и надевается бутылка. Под давлением газа тара вылетает, как пуля. Автор предупредил – изобретение не игрушка, с этим нужно быть максимально осторожным. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин